здравствуйте всем у нас впервые сегодня на стадионе открытия арена разбор матча спартака который совсем недавно завершился матч против краснодара и рядом со мной сегодня защитник футбольного клуба спартак илья кутепов илья приветствую тебя еще раз но мы сегодня решили после матча сразу собраться разобрать эту игру илья для начала общие впечатления от встречи сложный матч я думаю что не хватило нам немножко где-то хладнокровия в реализации наших моментов но были скажем такие острые острые моменты у наших ворот но счет я считаю счет по игре игре то есть могли выиграть мы могли вы могли выиграть да да ясно давай немножко разберем как все было у нас болельщиков да у нас всегда самое интересное изначально до игры это какой же будет состав учитывая что у нас очень много исполнителей особенно в центре поля благодаря тому тому что кто-то дисквалифицирован нас немного было исполнителей в обороне сегодня да и в принципе вот оборона у нас сегодня угадывалась да то есть в центре обороны у нас джеки и бакете да да по краям николай рассказов справа и слева бразилица ртом хотя периодически он даже на сборах даже пробовал себя справа да было такое да то есть здесь все было четко было сложнее всего угадать кто у нас играет в центре полузащиты вот эти вот два человека кто эти люди сегодня это были гулиев и зубни да все верно почему как ты думаешь именно на них остановил свой выбор олег коном я думаю тренеру виднее в этом вопросе конечно но опять же наверное ребята лучше всего готовы и под конкретную игру под конкретную команду то есть соперника тренер выставляет определенный состав поэтому здесь ничего удивительного такого нету итак мы определились то они вот играют вот гулиев и зубни они вот играют вот параллельно друг другу велико они играют именно так потому что два нападающих играют либо вот так ну атакующий вот это наша четверка которая она играет либо так либо может перестраиваться вот так то есть получается 424 то есть у нас именно 424 которые ни в коем случае не делается как 433 зависит от момента на поле по разному бывает игровой момент складывается так что может даже тот же я не знаю центральный один защитников любом в любом моменте если подключается то есть у нас остается и 3 может остаться и 4 вот так с одним опорником если ушли то есть в этом нет ничего удивительно это нормальная ситуация но ситуация игровая она бывает раз как играют наши края вот собственно то что успевали заметить на сборах иногда у нас вы по выходил на поле три опорника до скажем так глушаков зубнин и гулиев но гулиева олег георгиевич выводил на правый флаг олег георгиевич коннов главный тренер футбольного клуба спартак москва выводил на правый край и а яс частенько смещался в центр освобождая фланг николая рассказывал в этот раз такого не было то есть зубнин и гулиев оказались здесь а по краям ломовицкий и в этом в этот раз у нас получилось чистых два чистых крайне но как бы играли без да как уже было сказано что гулиев смещался на сборах середину когда играл право полузащитника сегодня у нас получилось так что играли два чистых полузащитника крайне нам нужны были быстрые края до нужны были быстрые края чтобы создавать преимущество на фланге и через фланг уже вскрывать оборону соперника что касается александра молитв как кстати что с ним пришлось заменить в первом тайме еще но будем надеяться что ничего серьезного будем надеяться да кстати но к пропущен голову вернемся теперь два нападающих наш ты показал что они могут действовать вот так вот то есть луис адриана под за луишем либо на ну либо наоборот да либо они вот действуют вот таким сдвоенным центром до в этой ситуации края остаются краями или они вот ходит помогать если мы атакуем то смотря каким флангом конечно мы будем атаковать если мы такой левым флангом участвовать здесь левый то право уже будет играть как третьим нападающим любой подачи чтобы замыкать данную штангу конечно и соответственно с другой стороны все то же самое если здесь атака лево уже будет замыкать удалось заметить что айртон особенно вот в первые минуты тайма до особенно первого очень часто подключался но вот прям очень высоко не да конечно не до угла поле доходил нож как минимуму вот по углу штрафной площади он играл при этом николай рассказов частенько оставался на своем месте тоже задумка это скажем так нормальная практика потому что у краснодара остается либо три либо два игрока в атаке и получается при уходе айртона вверх здесь играются один в один либо три в два уже чтобы три защитника и два нападающих с этим понятно вот ломовицкого до пришлось заменить игра связи с этим изменилась я думаю да потому что на правый фланг вышел мельгареха мельгареха немножко другого плана игрок и он все-таки если ломовицкий играет больше по флангу то мельгареха уходит середину чаще но и во втором тайме мельгареха частенько здесь оставал он рада что я должен страховой раза два или три он пробивал поворотом я помню вот здесь с этой зоны как раз таки при том что если мы атакуем и теряем мяч они должны успевать крайне полузащитники должны успевать садиться назад тоже заложать и если он не успевает то поле опорника конечно два опорника закрывает центральную зону перекрывают самое опасное хорошо давай разберем забитый мяч который был смысле это получилось вот лично для нас очень неожиданно айртон вот здесь вот отбирает мяч и забрасывает его вот сюда где залуишь стартует и собственно обгоняет защитника я даже с позволения немножко поправлю скорее айртон вот отсюда до правой ногой правой ногой между прочим делает вот сюда передачу где залуишь в индивидуальной борьбе просто перри переигрывает перебегает скажем защитника и выходит один в один и уже решает этот момент что я должен был делать я не на одном матче на сборах такого-то вертона не видит это козырь в нашем рукаве был правоногий такой козырь никто не ожидал что он с правой ноги выдаст такой передачи он сделал хорошо да надеюсь и в дальнейшем мы что нибудь такое мы сейчас будем надеяться что еще таких передач немало сделает да ну собственно первый матч официальный айртон по моему в спартаке да то есть и сразу голевая передача но я считаю это хороший плюс для него был который пропустил спартак что там было не так так просто саша ломовицкий вот сместился сюда да и вот здесь вот потерял мяч у нас остался но фактически свободный фланг в этой ситуации до получилось что краснодар перехватив мяч здесь вышли скажем развили свою атаку в диагональ ушли сюда на этот фланг где было большее количество игроков все сместили все сместились естественно но даже по ходу смещения получилось так что прошла передача пошла передача все бежали со своими игроками мяч здесь прошел и перейро уже не тогда закрытые просто пропустили мяч удалось тогда да 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 так вышло что первый оказался один и просто пробил расстрелял моменты которые у нас возникали почему как ты думаешь не дал не удалось дожать нам в концовке соперник ну видно же было что хотели победить видно было опять же я не любитель такой по горячим следам сразу делать выводе потому что если есть время лучше разобрать потом все на свежую голову уже когда эмоции остывают но сложно сложно честно я даже не знаю почему ребята хотели но скажем так не повезло не получилось немного может от того что это первый официальный матч может быть да может быть конечно есть все равно какое-то волнение что-то тому подобное не знаю сложно очень сложно сказать там не хватило доигровки мелкадзе выходил где-то чуть-чуть там чуть-чуть там и вот из этого все сложилось скажем так второго гола не получилось через буквально два дня нам играть в екатеринбурге против урала кубковый матч 1 ничья 1-1 дома по силам да конечно я даже сказал что обязаны обыграть просто нам обязательно нужна победа или ничья с большим счетом чем 1-1 но лучше победа чтобы не тратить нервы на ничью я знаю кто не будет играть в этом матче я к сожалению тоже опять опять дисквалификация но такие правила в любом случае мы рассчитываем на победу в матче против собственно екатеринбурга против урала а дальше игра с динамо в каком режиме будет проходить подготовка в обычном самом режиме то есть никаких больших перемен я так думаю что не будет все по плану работаем у нас мы идем от игры к игре сейчас урал после урала уже будем думать один а сейчас пока рано один илья кузов выйти на с динамо но я буду готовиться а там уже как решить спасибо это был илья кутепов и алексей золин разбор после матча спартак краснодар увидимся в стадионе пока